Продолжение следует... И, собственно, какой итог вы получите после просмотра данного вебинара? В первую очередь хочу сказать, что Webpack, в принципе, инструмент, который сейчас является неотъемлемой частью веб-дизайна, веб-разработки в целом. И этот видеокурс я решил посвятить тому, как настроить быструю среду для того, чтобы ваши новые фронт-энд-проекты не отнимали у вас много времени и сил на подготовку. Поэтому, в первую очередь, конечно, мы рассчитываем на новичков, те, кто знакомится с Webpack, или, может быть, переходят с уже известных систем, как Grand, Go, и пару слов о назначении Webpack. Webpack сам по себе является системой бандлов. Бандлы — это сборки нескольких проекта в единую цельную систему, чтобы в своем HTML-коде или в CSS-коде не подключали несколько дополнительных разных файлов на функциональные части, а была возможность использовать либо один, либо два готовых файла в зависимости от того, как вы это все настроите. Соответственно, первое назначение — это сборка нескольких файлов JavaScript-кода для того, чтобы вам было проще компоновать свои функции. Вы можете подключать дополнительные модули при помощи Webpack. Здесь в том числе JavaScript-библиотеки, такие как jQuery, или, может быть, даже целые фреймворки типа Bootstrap, UIKit, Foundation и прочее. Также неотъемлемой частью является оптимизация вашего кода, так как в Webpack открытое open-source, скажем так, сообщество. Там многие люди пишут оптимизаторы на то, чтобы ваш CSS был грамотно укомпонован, сжат, убирает все лишние необходимые части. Также существуют автопрефиксы. Ну и в целом ваш код после обработки Webpack может стать даже лучше, чем если бы вы его писали самостоятельно. И последнее, наверное, еще одно преимущество Webpack — это обработка просто файлов, то есть не только ваш код. Можно также автоматически настроить оптимизацию изображений. Да, это некоторые функции были и в других сборщиках, но в Webpack это очень удобно построено. И сегодня мы разберем, как настроить каждую из этих частей, чтобы вы получили свой проект, скажем так, на уровне. Примерно так выглядит процесс работы самого Webpack. Слева вы видите расширение файлов, так называемое. Это абстрактное обозначение для всех ваших ресурсов. То есть вы можете писать код на JavaScript, вы можете писать код на ClojureScript, также к этому подключать какие-то SAS файлы для оформления вашего сайта, также это могут быть разные графические форматы, в том числе PNG, JPEG, также PDF, векторная графика, SVG. И при определенных настройках Webpack все это грамотно собирает вам в определенные статические ассеты или так называемые просто статические файлы вашего проекта. Соответственно, JavaScript, который вы можете использовать до обработки Webpack, он абсолютно разный. То есть как поддержка ECMA script стандартов, так и использовать различные фреймворки, типа AngularJS, VueJS. Если изучали, уже, возможно, знаете эти очень хорошие, удобные инструменты. Соответственно, что нужно для того, чтобы начать работать с Webpack? В первую очередь он работает на платформе Node.js и использует пакетный менеджер NPM. Мы разберемся сейчас, как найти, установить, настроить и пользоваться в удобном формате. Помимо этого, конечно же, нужен текстовый редактор или среда разработки, что вы привыкли использовать. В моем случае это будет Visual Studio Code, очень простой, минималистичный редактор со всем необходимым функционалом. Таким образом, мы с вами в этом видео коснемся. Первое. Это создание нулевого проекта, то есть создание папки до конца. Мы подготовим все настройки, разберем параметры, установим веб-пак, установим дополнительные модули, в том числе модули для сборки SCSS и JavaScript файлов. В данном видео я, пожалуй, сразу перейду к препроцессорам, опуская некоторые нюансы CSS, обычной сборки, подключения, так как в целом наш курс рассчитан на то, чтобы подготовить хорошую фронт-энд систему. Также мы рассмотрим ваш код, как подключить специальные клинеры, которые вычищают ненужные части кода, как подключить бьютифайеры, которые оптимизируют пространство в вашем коде, то есть убирают лишние строчки, убирают скобки, точки запятыми, если они не нужны в коде и прочее. Соответственно, в итоге, когда у нас будет готовый проект, мы создадим с вами репозиторий, чтобы вы впоследствии могли хранить все свои проекты на GitHub в удобном формате, и для старта нового вам не нужно было выполнять все операции заново, вы просто нажали кнопку «Скачать», «Распаковать», и вы уже готовы к созданию своего нового проекта. Что входит на сегодняшний день в современный фронт-энд проект? Многие считают, что использование чистого HTML и CSS – это, скажем так, классика. Да, можно сейчас писать до сих пор также на чистом HTML, CSS, но когда вы работаете с большими, так называемыми, huge проектами, у вас скапливается очень много файлов, и очень объемный код может иногда быть сложным в последующей поддержке. Поэтому при процессоре, хоть и не все их еще, может быть, применяют, они уже активно вшились, скажем так, во фронт-энд разработку. И ориентируясь даже на современный рынок, мы можем зайти в аккаунцию, посмотреть обычный фронт-энд разработчик, к примеру, требуется знание сразу фреймворк, какой-то JavaScript, сразу при процессоре это ls, s, css, и в некоторых случаях также используется jade при процессоре или стайлус, или еще что-то. Соответственно, здесь я указал, что при процессоре HTML одни из популярных являются Hamel, который по умолчанию работает в проектах на Ruby on Rails системе, и jade, соответственно, изначально пришедшие к нам с Node.js вместе. При процессоре CSS также очень известны ls и scss, он же sass. Есть в них небольшая разница, но по сути, в принципе, практически идентичная. Выбора какого-то конкретного я ни в коем случае вам не советую, поэтому вам надо изучить каждый, посмотреть, что вам нужно сказать, какой при процессоре вы будете использовать позже. Лично я при процессоре HTML, честно говоря, не полюбил, поэтому в большинстве случаев использую чистый HTML, так как очень много нюансов при разработке с бэкэнд-системами, и Hamel, jade не всегда подходят по использованию. Что касается CSS при процессоре, мы будем рассматривать s-css. Он довольно прост и позволит вам довольно легко войти в него, если вы понимаете уже CSS на хорошем уровне. Также в современном проекте используется JavaScript, но не совсем native JavaScript, то есть не тот, который мы с вами могли наблюдать на сайтах до 2005 года и чистые JS-файлы. Сейчас используются стандарты ECMAScript, и, к сожалению, хоть практически все браузеры их поддерживают, но не до конца, поэтому некоторые версии приходится настраивать отдельно поддержку в веб-паке. Также очень мало сайтов сейчас есть, которые не используют какие-то библиотеки. Огромное количество сайтов у нас до сих пор сидит на jQuery, хоть он и теряет свою актуальность. Также некоторые используют Lodash, кто-то использует еще какие-то библиотеки, но в любом случае мы разберемся, как их подключать и использовать в вашем проекте. Ну и последнее, это, соответственно, если вдруг идет речь о неспецифичности, которая подходит для большинства задач, то люди не пишут сайты, скажем так, с нуля, а берут, допустим, готовый front-end framework Bootstrap и создают на него свои собственные темы. Это очень ускоряет процесс разработки, соответственно, Bootstrap подключить в обычный проект не очень сложно, достаточно его скачать или, грубо говоря, распаковать файлы в вашу директорию. С вебпаком немножко есть отличия, то есть установка происходит в автоматическом режиме. Также есть очень интересный фреймворк UIKit, один из более-менее современных, и там разные фреймворки для использования интерфейсов, в том числе графиков. Charge.js один из тоже популярнейших. Вот. Это то, что входит на сегодняшний день в основу front-end разработки. Теперь вернемся непосредственно к тому, как нам приступить к работе с самим вебпаком. Здесь сейчас перед вами открыт официальный сайт, вебпак.js.org. Значит, здесь как раз есть эта картинка, которую я вам демонстрировал про сборку некоторых модулей. Чтобы приступить к разработке, вы можете перейти, в принципе, здесь в раздел документации, он находится сверху. Здесь указана абсолютно полностью вся информация о том, как приступить, как установить. Мы можем зайти в раздел гайдов. И вот здесь вот есть пункт установка. Соответственно, установка разная. Есть локальная установка, есть установка глобальная. Для всего этого нам понадобится платформа Node.js. Рекомендуется и скачивать Node.js Long-Term Support версии, то есть она более стабильная. Есть сейчас на все операционные системы, и, возможно, кто-то уже знаком с Node.js устанавливал. Процесс там несложный. Соответственно, после установки вы должны подготовить... Сейчас, собственно, я перейду сразу к делу. Для этого откроем текстовый редактор. Так выглядит Visual Studio Code. Соответственно, в нем мы будем работать. Нам необходимо подготовить директорию. Директорию я назову webpack.est. Соответственно, открываем. Итак, для того, чтобы инициализировать, соответственно, сам webpack, сам пакет, нам потребуется терминал. Почему, собственно, удобно использовать Visual Studio Code? При сочетании клавиш Ctrl-тильда здесь у нас появляется окно терминала, либо также вы можете зайти в меню View и показать терминал. Соответственно, нам необходимо выполнить несколько команд. В первую очередь, это инициализация самого NPM-менеджера. Для этого мы выполним команду npm init.dfysy. Это создаст файл в автоматическом режиме с некоторыми настройками, которые нам будут впоследствии необходим для того, чтобы настраивать зависимости нашего проекта, что-то сюда устанавливать и так далее. Структура этого файла говорит о следующем. У нас имеется пакет, у него имя webpack.test, первая версия, есть какое-то описание, что-то я заполнил. Webpack.module.sample. У нас есть основной JavaScript файл, то есть который будет использоваться Webpack для, скажем так, обработки точки входа. У нас есть скрипты, так называемые. Это то, что вы можете запускать. Впоследствии я к этому еще вернусь не раз, мы будем их настраивать. Ключевые слова — это если вы собираетесь опубликовать свой проект в NPM-библиотеке, будет доступ к вашему пакету. Автор автора я укажу себя на всякий случай. И лицензия Meet, которая, скажем так, дает вам право опубликовывать проект в любом виде в интернете, и вы не несете за это ответственности на этапе разработки. Теперь, что касается того, как же сюда подключить webpack. Если мы вернемся на официальный сайт, мы увидим то, что здесь как раз-таки идет речь о том, что перед тем, как установить webpack, нам необходима версия Node.js. Соответственно, представим, что мы его установили, спускаемся чуть ниже, и вот здесь вот у нас есть команда для установки в локальную директорию нашего webpack. Достаточно скопировать эту команду в нам в терминал и выполнить. Соответственно, процесс происходит довольно быстро. Сейчас мы наглядно увидим, как это все скачивается и сохраняется. Итак, вот слева в нашем проекте появляется дополнительная директория, которая называется Node.modules. Node.modules хранит в себе папки, которые необходимы нашей среде для того, чтобы работать полноценно. То есть все дополнительные модули, все дополнительные обработчики, оптимизаторы, все они будут находиться в этой директории. И так, у меня есть сообщение об обновлении NPM, но это сейчас не так важно. Итак, обратите внимание на то, что в нашем файле package.json, который мы создали автоматически, появилась первая зависимость. Эти зависимости называются dev dependencies, а значит, они нужны только на этапе разработки. То есть когда вы будете создавать продакшен-версию вашего проекта, все эти зависимости не будут включены в проект. Итак, dev dependencies есть. Соответственно, следующим нашим этапом будет подготовка структуры проекта, всех наших необходимых файлов, на которые мы будем настраивать сборщик. Для этого подготовлю несколько директорий. Это будет директория source, которые будут в папке javascript, sss, изображения у нас будут, и также для примера оптимизация шрифтов. Соответственно, эти четыре директории – основа нашего проекта. Помимо этого, мы добавим еще директорию app, где мы будем хранить наши html-файлы. Чуть позже я объясню, почему мы их не располагаем в корне, а именно в отдельной директории. И подготовлю несколько файликов. Соответственно, в javascript у нас будет app.js. Ну, допустим, здесь пока что для проверки напишем некоторое сообщение, которое будет выводиться нам в консоль. Так, sgs. Теперь в директории sss также создам новый файл, который будет называться style.scss, и в нем, ну, допустим, мы сделаем... Что мы можем сделать? Сделаем, допустим, небольшое изменение по цвету фона нашего сайта. background-color. Ну, допустим, пока что темные поставим, чтобы видеть, что у нас будет... ...сразу стиль на языке припроцессора sss, то есть он будет динамически превращаться в css и подключаться в наш документ. Итак, значит, первое, что нам необходимо изменить в нашем package.json, это указать, во-первых, путь к нашему файлу теперь уже не index.js, мы с вами подготовили специальную директорию source, и здесь, соответственно, вот этот вот код выполняться должен напрямую отсюда. Поэтому вместо index.js мы с вами указываем директорию source, дали JavaScript, и впоследствии app.js. Отлично. Теперь, что касается вот этого блока скриптов, значит, они говорят о следующем. npm сам по себе. При запуске вот этой вот команды, когда мы ее вписывали, создать проект npm-менеджера, он воспринимает init как дополнительную инструкцию о том, как ему запускать тот или иной проект. И помимо этой команды есть еще команда run. Что делает команда run? Она запускает определенную задачу. Задача эта может быть разная. Например, собрать ваш проект, запустить сервер для того, чтобы вы могли динамически смотреть изменения в браузере. Может быть, чистка проекта от лишних файлов. Или, допустим, даже сжатие всего этого в архив. Вот эти задачи вы готовите себе для того, чтобы впоследствии автоматизировать всю работу с вашим фронтенд проектом. И то, что мы будем писать далее, к примеру, вот этот вот тест, это и есть название вот этого скрипта. Поэтому если сейчас мы запустим npm run test, то мы увидим, что ошибка, которая у нас здесь показывается, error, no test specified, это и есть вот это сообщение. Соответственно, нас немножко не устраивает этот вариант, поэтому мы создадим свою собственную версию команды. Она будет называться build, сборка. И здесь мы укажем на запуск команду webpack, которая запустит как раз-таки наш сборщик на подготовку проекта. Вернусь сюда. npm run build. Итак, мы увидим то, что webpack у нас запустился, но следующее сообщение говорит о том, что не найден файл конфигурации или он не был настроен. Соответственно, файл конфигурации должен называться webpack.config.js. И этот файл мы с вами подготовим в ручном режиме. Создается он прямо в корне нашего проекта. Мы называем его webpack.config.js. И что же он должен в себе хранить? Здесь будут перечислены все настройки и модули нашего webpack, о том, куда ему идти, в какую директорию, какой файл собирать, в какой формат преобразовывать. И все это вместе нам уже даст рабочую платформу. Во-первых, в webpack необходимо дать базовую информацию о нашем проекте. Это базовые переменные, так назовем. Первая переменная, которую нам необходимо заложить, это путь. Путь, точнее, модуль для управления путями. И здесь мы напишем следующее. В переменную константу path мы подключаем модуль под названием path. Он понадобится для того, чтобы получить автоматически текущую директорию или ее под директорию, или выйти на уровень выше. Соответственно, все операции с путями мы будем проводить через эту переменную. Далее необходимо подключить сам webpack также в переменную, подключив его модуль вот сюда. Отлично. Значит, у нас есть модуль для управления путями и webpack. Если у нас подключаются какие-то дополнительные плагины или модули, мы можем также создавать переменную, допустим, там какой-то плагин, который будет равен у нас require и название нашего плагина. Это может быть какое-то пространство имен, которое вам может понадобиться. На текущий момент мы пока ничего не доустанавливали, поэтому я просто оставлю здесь закомментированную строку. И следующее у нас идет настройка самого модуля. Как нам экспортировать наши документы, что нам собирать, и как вообще будет устроен webpack. Для этого необходимо обратиться к объекту модуль. Это note-модуль, который будет экспортировать конфигурацию нашего webpack. Итак, раскрываем фигурные скобки и передаем несколько значений. Все, что я буду указывать, естественно, есть на официальном сайте. Мы можем посмотреть, допустим, в конфигурации, в разделе конфигурации, и как устроены точки входа, контекст. Собственно, что сейчас будет настраиваться. Мы можем назначить несколько точек входа на каждый JavaScript файл, что впоследствии дает нам сборку сразу нескольких частей. Сейчас языком показать, как некоторые вещи можно настраивать однажды. Итак, первое значение, которое мы указываем, это базовый путь к проекту. Назовем это так. Эта переменная называется контекст. Она принимает путь непосредственно, откуда вы будете собирать свои исходные коды. И здесь как раз нам и пригодится наш модуль path, который будет разбирать путь текущей директории верные и добавлять к ней директорию source. Соответственно, директория source, в которой у нас располагаются все исходники нашего проекта. Далее мы сделаем настройку точек входа в JavaScript, или сокращенно JS, точки входа JS. Первая наша точка входа будет называться, к примеру, app. Она принимает конфигурацию. Значит, здесь единственное, стоит быть внимательными со всеми запипимиями, скобками, потому что уровень вложности здесь не самый простой, и поначалу некоторые могут пропустить какие-то символы и потом не понимать, почему не работает конфигурация. Поэтому очень внимательно заполняем. Соответственно, здесь мы указываем первую точку входа, она же основная. Я давайте подпишу, основной файл приложения это будет. Здесь нам необходимо указать путь к тому файлу, который у нас будет обрабатываться. В данном случае мы указываем относительно папки source, относительно нашего контекста, путь к нашему файлу app.js. Значит, от source нам остается зайти в папку.js и выбрать файл под названием также app.js. И если вдруг нам необходимо файл, к примеру, как у нас есть scss, мы указывали бы запятую и еще путь к нашему другому файлу. Сейчас у нас пока это не настроено, я вставлю только app.js. Теперь после точек входа нам надо настроить путь для собранных файлов. То есть куда нам помещать те файлы, которые, соответственно, были собраны. Этот пункт называется у нас output и настраивается он следующим образом. Вот, собственно, первая моя ошибка, пропущена запятая. На это надо обращать внимание. Output настраиваем и сразу же можно ставить запятую. Открыли. Первый параметр — это файл name. Это имя файла, в который будет собираться наш JavaScript. Для этого мы укажем относительно нашего проекта путь JS. Далее, используя специальный placeholder, мы ставим сюда переменную name. Что она делает? Name в квадратных скобках автоматически будет заменяться на то имя файла, которое было получено им при подключении из точки входа. То есть в данном случае здесь name будет автоматически меняться на app.js. Следующий параметр — путь. Это непосредственно не сам файл, а именно директория, в которую мы будем помещать. Здесь, опять же, воспользуемся модулем path, resolve и указываем нашу текущую директорию проекта, плюс название папки dist. dist — это слово distributive, уже собранный наш дистрибутив, который мы сможем подключать в HTML. И последнее, мы указываем public path — это специальное значение, которое устраняет конфликты при адресации с CSS и вообще, в принципе, указаний файлов. К примеру, если у вас необходимо подключить какое-то изображение через CSS, вы указываете, допустим, background image, URL и путь к файлу. Но при сборке, к сожалению, файлы перемещаются в другое место. Поэтому все пути, которые вы прописывали, они должны быть обновлены. И для того, чтобы обновление прошло успешно, вы указываете public path, то есть где находится вот эта точка отсчета для ваших собранных файлов. Соответственно, здесь мы ставим две точки slash для того, чтобы выйти из текущей директории. То есть из source мы выходим вот в этот корень. И здесь уже будет располагаться папка dist. Отлично. Значит, помимо, скажем так, точек входа, мы можем еще использовать отдельные дополнительные параметры. К примеру, проект собирается у нас для production версии или нет. Но это сейчас чуть позже. Что же произойдет, если сейчас мы настроенный наш веб-пак попробуем еще раз выполнить через команду build. Мы увидим то, что у нас выводится небольшой отчет о том, что собран один файл, jsf.js. Он у нас называется app. То, что все прошло, в принципе, без проблем. Давайте посмотрим, что у нас было сгенерировано. Мы видим папку dist, развернув которую, видим папку javascript и в ней app.js. Помимо того хода, который мы с вами писали, я сейчас открою параллельно, консоль lock.webpack, я его скопирую, мы видим еще очень много чего дополнительного. То, что здесь располагается, это непосредственно сам веб-пак, скажем так, оболочку запуска. То есть, чтобы все модули были читаемы и доступны извне. Иначе он собирает файлы обычным склеиванием, что вызывает очень много конфликтов. Поэтому на эту часть вы можете просто не обращать внимания, она необходима. И это не лишний код, удалять его не надо. Соответственно, помимо всего этого, мы можем найти и ту команду, которую выполняли в нашем локальном файле, консоль lock.webpack. Вот она здесь и располагается. Соответственно, все, что будет написано в этом файле, будет автоматически переноситься вот в такой вот блок. То есть, это экспорт функции, базовые функции, которые у нас выполняются при старте нашего проекта. Соответственно, неплохо было бы проверить, насколько это работает. Для этого понадобится уже перейти в HTML, подготовить наш сайт. Для этого зайду в папку app. Здесь создадим страницу index.html. Воспользуемся emet-аббревиатурой, знак восклицания и клавиша tab, для того, чтобы быстренько подготовить страницу. веб-пак, тест-пейдж. Значит, эти элементы мне пока не нужны. Я немножко упрощу нашу разметку. Итак, у нас есть базовая страница, на которой нам необходимо подключить наш JavaScript файл. По-хорошему, это всегда необходимо делать в конце страницы, чтобы у вас никаких конфликтов не возникало при обращении к элементам, которые прогрузились раньше, чем загрузился сам JavaScript, или, наоборот, к тем элементам, которые еще не загрузились, а такие конфликты очень часто возникают. Поэтому скрипты лучше подключать внизу. Страница, опять же, скрипт, tab, и указываем дополнительный модификатор source, он же атрибут нашего файла. И здесь есть нюанс. Так как сам файл наш находится в директории source.js.js, мы будем в директории dist. Если посмотреть, индекс находится у нас в директории app, поэтому в первую очередь нам необходимо выйти на директорию наверх, далее зайти в директорию dist, и обратиться к нашему файлу уже по остаточному пути app.js. Теперь, чтобы это проверить, я открою это в браузере. Почему-то сработало отдельное окно. А, так. Да, есть нюансы с открытой конференцией. Секунду. Так, сделаем вот таким вот образом. Соответственно, как мы видим, веб-пак тест-пейдж прогрузился, и если я открою консоль, в консоли мы увидим сообщение веб-пак. То есть приложение загрузилось, и app.js на 77-й строке. Если он показывает на 77-й, значит, грузится он именно из файла собранного. Мы видим 77-я строка. Отлично. JavaScript подключен, JavaScript работает, значит, можно двигаться дальше. Следующим нашим этапом по-хорошему может являться проверка того, как он собирает несколько файлов. И на основном сайте, в принципе, с этого начинается применение JavaScript. Значит, мы можем подготовить основной файл FGS и подготовить дополнительный модуль или функцию, которую вы хотите вынести в отдельный документ. Ну, попробуем, соответственно, проверить, насколько сейчас наш проект адаптирован под это. Для этого в source, в JS, я подготовлю новый файл, назову, допустим, его hello.js, где будет у нас вот такое вот тело функции. форматируем документ, где будет тело функции. Назовем ее hello. И лог, к примеру, hello.webpack. Итак, функция hello есть. Теперь нам, соответственно, нужно вернуться в FGS и подключить при помощи вот такой вот простой команды наш существующий. Соответственно, будем мы импортировать функцию hello из файла hello. Ну, и впоследствии вызывать функцию hello. Итак, еще раз мы возвращаемся в наш терминал и повторно выполняем команду npm run build. Соответственно, у нас заново пройдет процесс изменения. И здесь мы можем увидеть в отчете, что также собран один файл app.js, но на этот раз было обработано два файла. Это app.js и hello.js. Можем посмотреть, что у нас вышло в итоговом файле. Опять же, пролистнув вниз, мы видим, что у нас импортируется функция hello сразу же. Теперь, вернувшись в браузер на нашу страницу, я обновлю, и теперь мы видим сообщение hello webpack, при этом вызывается оно также с файла app.js. Никаких hello.js здесь у нас не показано. Таким образом, webpack уже может собирать несколько JavaScript файлов в один, и проблем никаких не возникает. соответственно, что касается более сложной настройки, там, различных CSS модулей, это мы сейчас потихонечку подходим уже. Что хочется добавить? Добавить хочется то, что при изменении всех файлов вам каждый раз приходится возвращаться в терминал и писать npm run build. Это не самый удобный подход, поэтому мы подготовим в нашей среде еще возможность автоматической пересборки, если вдруг что-то изменилось, чтобы он автоматически сам все это проверял. новую команду в параметрах в скрипт, которая будет называться watch, или смотреть, да, смотреть за файлами, наблюдать. Мы также обращаемся к нашему сборщику webpack, но с дополнительным аргументом watch. О чем он говорит? О том, что при любом пересохранении документа webpack будет автоматически пересобирать все файлы, связанные с ним. И давайте проверим, как это работает. Мы запускаем npm run watch. И процесс сборки мы видим, но не видим то, что команда закончилась. А значит, если сейчас мы зайдем в hello.js и, допустим, добавим сюда еще сообщение console.log.hello.webpack и, допустим, refresh project build. Я сохраняю документ, и мы тут же видим, что hello.js у нас был обновлен. Я возвращаюсь на страницу, обновляю, и наш код уже работает. Соответственно, это очень удобное средство, потому что вы можете в любой момент просто закрыть терминал и спокойно сидеть, работать над проектом, не думая о том, что в тот или иной момент вы что-то забыли пересобрать. Это очень удобно. Значит, чтобы остановить выполнение watch сервера, достаточно в терминале нажать сочетание клавиш ctrl-c, и команда будет остановлена. Очищу терминал. Следующее, с чем тоже неплохо было бы поработать, есть специальная серверная конфигурация webpack server. Что она делает? Сейчас, для того, чтобы открыть страницу, я обращался к пути напрямую, то есть к самому html-файлу, но каждый раз при изменении его, к примеру, добавлю сюда заголовочек, чтобы было видно. Добавлю заголовочек, webpack page. Я перехожу на... В направлении, ну, может происходить там забивка кэша, в том числе, если вы работаете с изображениями, со стилями. Бывает такое, что, особенно у Google Chrome, это нормальное явление. И в те моменты, когда вы меняете страницу и нажимаете «Сохранить», вам хочется, чтобы в браутере уже был готовый результат. Для этого можно использовать webpack dev server. Значит, если мы напишем здесь в документации прямо так «dev-сервер», мы увидим раздел специальный, который показывает о том, как нам установить специальный dev-сервер, чтобы наш webpack мог все это нам отображать. Итак, при переходе на ссылку webpack мы видим пункты, как его установить. То есть команда такая же, как и установка webpack, но за исключением небольшого названия. Ну, собственно, мы это сделаем. Мы идем в терминал, устанавливаем webpack dev-сервер. Обязательно внимание обращайте на вот эти вот параметры save-dev. Почему? Потому что если это не указывать, то webpack dev-сервер как зависимость для проекта даже на пост-продакшене. Соответственно, save-dev говорит о том, что dev-dependencies только на момент разработки. То есть она пойдет вот сюда. Итак, устанавливаем webpack dev-сервер. Процесс установки в принципе здесь недолгий. Буквально в течение минуты можно установить любой модуль. И сейчас мы должны увидеть изменения. Ага, вот изменения появились. Версия 2.11. Webpack dev-сервер разработал. Также на сайте вы можете... Но в принципе можно сделать немножечко иначе. Для запуска dev-сервера мы можем добавить новый скрипт, который будет называться следующим образом. Ну, допустим, start. Start принимает webpack dev-сервер название нашего установленного пакета и с параметром open. Итак, что произойдет, если теперь мы запустим наш dev-сервер? Сейчас он нам открывает новое окно Google Chrome. Но из-за того, что у меня с Google Chrome проблемы, не хочет он мне это открывать. Сейчас я скопирую путь вручную. Итак, если мы переходим на localhost, то здесь мы видим то, что у нас открывается директория непосредственно нашего проекта, и при захождении в папку app мы видим... Если вы не хотите попадать в эту директорию, чтобы он напрямую показывал вам страницу, что, в принципе, было бы более логично, нам необходимо в конфигурации dev-сервера указать путь. Указать путь. Это public path, который, к сожалению, я не вижу. dev-сервер. 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 Вот он у нас, content-base. То есть, грубо говоря, если мы публикуем в dist, в данном случае здесь это dist, у нас это папка app, мы можем указать конфигурацию, отображение нашего сервера, чтобы он заходил удобно, скажем так, для нас. Как это мы с вами реализуем? Мы вернемся в наш файл webpack.config.js и вот здесь вот после output добавим конфигурацию нашего dev-сервера. dev-сервер.configuration. Мы указываем параметр dev-сервер к нашему пакету и аргумент content-base. То, что мы сейчас видели на сайте. Так, у нас не нужно, в принципе, использовать path-join, потому что у нас директория располагается довольно просто. Всего лишь точка app и dev-сервер должен заработать. Для того, чтобы проверить, я останавливаю сервер и перезапущу. И, надеюсь, сейчас это отобразится нормально. Нет, к сожалению. Еще раз копирую путь, ставлю. И теперь мы видим, что при захождении на localhost, на путь нашего сервера, мы видим сразу же нашу страницу. И это очень удобно. Так, веб-сервер. Останавливаю пока. Следующим пунктом будет у нас подключение наших scss-файлов, так, чтобы он у нас подключал, скажем так, уже в стиле. Для этого нам понадобится установить несколько дополнительных модулей, которые будут обрабатывать это все. В первую очередь мы напишем команду npm install. Можно сокращенно писать букву i, можно полностью install. Это на ваше усмотрение. Дальше мы ставим параметр save.dev, для того, чтобы все эти зависимости устанавливались только при разработке. И указываем непосредственно сами пакеты. Первый это будет node.sass, для того, чтобы он обрабатывал sass, соответственно, в язык и понимал, что с ним можно делать. Следующим пунктом у нас будет style.loader, который будет подгружать стили к нашим элементом. CSS стили, непосредственно сконвертированные в чистый код. Для того, чтобы он подгружал CSS документы, нам понадобится CSS loader. И в принципе на текущий момент кажется еще нам понадобится sass loader, чтобы опять же он грузил непосредственно sass файлы, sass script. и так выполняем установку. Опять же, сейчас у нас изменится наш пакет json. так. Итак, есть, отлично, пакеты установились. теперь мы можем собрать CSS файлы также для оформления нашего сайта. В первую очередь я вернусь в CSS документ. Здесь мы видим, что у нас есть HTML и body. Соответственно, после применения всех этих стилей у нас должен поменяться цвет нашего сайта на темный. Итак, для того, чтобы это работало, нам необходимо также добавить в веб-как конфиг, конфигурацию обработки нашего CSS модуля. Для этого добавляется специальный раздел конфигурации под названием модуль. Модуль, который принимает несколько аргументов и первыми аргументами являются правила. Правила обработки наших, то есть, с теми файлами, с которыми он будет встречаться, мы описываем, как ему их обрабатывать. Если вдруг наш веб-как находит SCSS файлы, мы прописываем, что с ними делать. Для этого оформляем еще одни скобки и указываем. При совпадении имени файла на формат SCSS, используя регулярные выражения, мы пишем вот такую комбинацию, то есть, все файлы, которые заканчиваются точкой SCSS, они будут использовать специальный модуль, который нам необходимо также дополнительно установить. Этот модуль будет извлекать текст на языке SCSS и преобразовать его в более обычный формат. Этот модуль называется Extract Text Плагин. В установке он также не сложен. Если мы напишем Webpack Text Плагин. Команда для его установки похожа. Мы идем ниже и видим вот такой Webpack третьей версии. Это наш вариант. устанавливаем, скопировав наш терминал. Так, установка идет. Я вернусь наверх и в самом начале я говорил, что если вдруг мы устанавливаем дополнительные плагины, мы обязательно должны их сверху здесь оформлять в виде переменной. И что я сейчас собственно и сделаю? добавлю Extract Text Плагин переменную, который будет подключать к себе модуль Extract Text Webpack Плагин. Отлично. Можно не ставить. Теперь я указываю этот Extract Text Плагин и вызываем у него функцию Extract. Она извлечет SCSS код для последующей обработки. Аргументы пока я в принципе можно сразу аргументы указать. Это открываются еще одни фигурные скобки. Нажимаем Enter и указываем использование еще нескольких лоудеров. После того, как лоудеры будут использованы, нам необходимо передать Fallback функцию, которая будет загружать уже непосредственно голый стиль. Для этого мы с вами устанавливали специальный стайл Loader, который в чистом виде загрузит код. Теперь что касается использования вот здесь вот Use Loader, это те загрузчики, через которые будет проходить по пунктам наш Extract Text Плагин. Первый, который мы воспользуемся, это будет Loader под названием SAS Loader. То есть он обработает еще не сформированный код. Мы даем ему несколько свойств, точнее даже наверное одно свойство дадим пока что, это будет Source Map. Source Map очень неудобная технология, которая позволяет вам видеть, где вы в CSS документе оставляли код в SCSS исходниках или в SAS исходниках. Это очень удобно. Соответственно, после того, как он проходит через SAS Loader, нам необходимо передать его в CSS Loader, который будет подгружать нам CSS документ сформированный. И после того, как он проходит через CSS, он уже выходит и идет в Fallback функцию Style Loader, чтобы браузер все это подхватил. Итак, теперь мы возвращаемся наверх к нашей точкам входа и добавляем сюда новый документ. Это будет SCSS Style SCSS. Я сохраняю документ. Мы выполним NPM Run Build. И посмотрим, как теперь у нас будет происходить процесс сборки. Так, у нас произошла ошибка при установке Extract Text Webpack Plugin. Extract Text Webpack Plugin. Что же пошло не так у нас при установке? есть так. Сейчас буквально секундочку, подумаю, что у нас пошло не так. можно посмотреть на то, как у нас ах, ну да, есть один нюанс, про который я совсем забыл. Так как мы подключили переменную Extract Text Plugin с подключением нашего модуля, мы воспользовались настройкой этого модуля. Но так как Webpack по умолчанию не собирает все модули в один конфигурационный файл, нам необходимо дополнительно указать, что мы подключили еще и плагины. То есть это делается чуть ниже самой директивы модуль. Вот этой вот мы смотрим, где заканчивается скобка, и переходим для того, чтобы создать дополнительную директиву под названием плагина. Она должна указать, что используем тот или иной плагин с тем или иным файлом. В данном случае мы должны указать, что будет создан наш Extract Text Plugin, которому мы передаем название нашего файла, в который необходимо собрать наш проект. Файл будет собираться по пути dist .css slash название нашего файла, как в примере с JavaScript было в начале, и путь, точнее, расширения CSS. И повторно я выполняю сборку. Сейчас должно пройти все успешно, и вот что мы видим, что у нас обработан файл JS, обработан файл CSS. значит, дополнительная директория создается, и открыв CSS файл, мы увидим немножечко оптимизированно, скажем так, код, хотя не сильно можно назвать это оптимизацией. При проверке, соответственно, на странице у нас пока не работает, так как не подключен сам стайл CSS, поэтому мы возвращаемся в HTML страницу и добавляем наверху ссылочку на наш документ это dist CSS style app CSS. Обновляем страницу, видим, что цвет фона у нас поменялся, значит, в принципе, все работает. Отлично. Следующим нашим пунктом является настройка оптимизаторов, которые соберут много кода, которые оптимизируют его, и для этого я пока что вернусь в package.json и мы займемся установкой всех оставшихся модулей. Значит, во-первых, нам понадобится специальный модуль, который будет загружать файлы, это необходимо для того, чтобы оптимизировать изображение, он называется FileLoader, HLoader, который будет оптимизировать размер наших файлов, нам понадобится svg-url loader, для того, чтобы оптимизировать векторную графику и преобразовывать ее в текстовый формат, то есть в так называемый data-utf формат. После чего мы воспользуемся специальным пост-css loader, который позволит нам поставить автоматические префиксы в наш код, убрать лишние строки, убрать лишние пробелы, дубликаты и прочее. Помимо этого будет использоваться специальный clean webpack плагин, он просто вычислен чтобы все файлы, которые вы там создавали не нужны, они были автоматически очищены, или кэш, если вы это используете. Clean webpack плагин. Далее copy webpack плагин, он будет копировать те файлы, которые мы используем, допустим, как изображение, фоновое изображение, какие-то иконочки, все, что не указано напрямую через css, мы можем копировать целой пакой и прогонять через оптимизатор. Соответственно, копия webpack плагин нам также пригодится. Image image min webpack плагин отвечает за сжатие изображений, только за сжатие и еще для JavaScript нам понадобится uglyfi JS webpack плагин. Это для оптимизации JavaScript кода. Соответственно, вроде бы все. Сейчас у нас пройдет установка, обновится package.json и мы подключим все модули сразу для работы уже с нашим проектом. так отлично у нас модули устанавливаются. CSS документ можно закрыть. Итак, все установлено, теперь мы переходим в webpack config.js и, соответственно, внесем изменения, которые у нас теперь есть. Дополнительно у нас добавляется clean webpack плагин. Clean webpack плагин. его мы настроим для, как я уже говорил, чистки нашей директории dist clean webpack плагин. Так, с точки запектоя на всякий случай. const ugly glyfy.js плагин require glyfy.js webpack плагин. Дальше мы добавляем copy webpack плагин для копирования территорий. и еще мы добавляем image min плагин для оптимизации изображений. Так, ничего не забыл. Отлично. Так как uglyfy.js плагин работает, скажем так, немножко дольше, чем обычная сборка проекта, что можно запускать сборку проекта как на обычном режиме, так и в режиме production. Поэтому я вернусь в package JSON и добавлю сразу еще один вариант сборки, который так и будет называться production. Он будет запускаться в специальном варианте с указанием переменной node environment с названием production. после чего будет запускаться стандартный вебпак. То есть это то же самое, что запуск команды build, но с дополнительным пунктом production. Это даст нам возможность настроить, что конкретно мы хотим дополнительно вызывать во время production сборки. Ну и соответственно переходя к вебпаку обратно мы можем эту переменную объявить вот здесь var is production. То есть является ли текущая сборка production. Для этого необходимо обратиться к процессу node.js, к его environment и к переменной константе node.env. если она равна production варианту, тогда мы вернем true и соответственно вот здесь будет true. Если же нет, тогда мы просто отталкиваемся от этого и выполняем что-то другое. Теперь соответственно так как у нас запущена возможность выбора production это или нет, мы можем настроить еще специальную инструмент, который называется devtool. devtool это специальная команда, которая позволит вам запустить генерацию дополнительных файлов, если вдруг это вам необходимо. К примеру, мы делаем условие, если сейчас у нас запущен production, то мы ничего не настраиваем, но если же нет, то мы настраиваем специальный inline будет делать. Когда мы запускаем не production, он генерирует каждому CSS документу карту, то есть где в sss коде есть ли что какая-то ошибка, и мы это будем видеть соответственно в папке dist, вот здесь появится дополнительный файл CSS map, и в JavaScript также у нас будет карта, в каком файле идет эта команда. далее, так как мы подключили пост CSS, нам необходимо добавить промежуточный loader вот здесь, он так и называется, по CSS loader, то есть он будет автоматически оптимизировать SADS код, прежде чем прогрузить его в CSS стандартный. Source map оставляем везде на true, они будут генерироваться все равно в зависимости от is production. Далее, помимо CSS при процессоре, теперь мы можем настроить загрузку изображений. Я так и помечу, что загрузка изображений необходимо сделать. Если вдруг в CSS найдется изображение, у него должен быть определенный формат. Этот формат определяется расширениями, допустим, .png, или это может быть gif, или это может быть jpeg, при этом и jpeg не обязательно. соответственно, это у нас окончание есть. По такому принципу мы сканируем файлы и даем им следующих загрузчиков, через кого они будут у нас проходить. Первый loader, который используется для загрузки самого файла уже непосредственно в директорию, это file loader, он был нами установлен, ему нужно некоторые опции передать, а именно как грузить файл, то есть по имени файла. Здесь указывается также при помощи placeholder полный путь, далее имя файла и расширение файла, так как мы обрабатываем несколько вариантов png, gif или jpeg, мы должны их подставлять в том же варианте, иначе при пересохранении допустим png в jpeg, у вас может потеряться сам файл или его отображение. Итак, следующее, после того, как мы загружаем файл, предварительно он должен обработан быть изображением, а значит ему необходимо добавить еще image loader, что даст нам возможность загружать эти картинки. Теперь проэкспериментируем, как это у нас работает. Я подготовил специально несколько файлов веб-пак ассеты, так называемые, сейчас я их быстренько перекину в папку нашего проекта и упорядочу. Соответственно, прямо здесь создам этот веб-пак ассет, вернусь сюда, так, вот веб-пак ассет, значит, подготовил вот несколько изображений, допустим, здесь создам backgrounds, папку перемещу туда, yes, так, и папку svg еще, и просто в папку image перемещу вот такую вот иконочку, и еще у меня есть шифты, чуть попозже как раз их тоже настроим. Итак, значит, изображения уже должны грузиться, и мы можем проверить это следующим образом. В HTML я добавлю небольшой какой-то там блок, назову его home, зайду в style.css и к нашему блоку home допишу следующее. Дадим ему ширину, допустим, в 50 пикселей, высоту в 50 пикселей, и фоновое изображение при помощи url указываем соответственно, если сейчас я нахожусь в папке scss, значит, делаю шаг назад, далее в папку изображений, и далее я нахожу home png. Я сохраняю, запускаю npm run build, смотрим на процесс обработки. Итак, у нас есть ошибочка. Ошибочка у нас заключается в post-css loader, соответственно, вернусь в webpack.js. Когда мы добавили post-css loader, еще также необходимо было указать, что post-css loader у нас будет работать за счет своей конфигурации. При установке post-css loader есть небольшой минус, конечно, но тем не менее мы сейчас его исправим быстренько. Значит, нам необходимо в корне добавить новый файл, который будет называться post-css .config .js. в нем мы укажем так же как и в самом webpack model exports. Открываются фигурные скобки, указываем plugins и require auto prefix это нам понадобится для автоматической генерации так post-css config настроен теперь возвращаюсь в так сейчас это мы clear возвращаюсь в webpack.js значит то у нас здесь здесь и здесь post-css так post-css loader есть post-css loader так ну попробуем еще разочек выполнить build подхватит не подхватит конфигурация по-моему она автоматически так да конфигурация подхвачена и в index.html home у нас должен теперь иметь дополнительное оформление итак если мы посмотрим что-то у нас появилось к сожалению видно не очень хорошо если если сейчас изменю размер нашего фона там иконка довольно большого размера background size поставим cover соответственно еще разочек пересоберу проект как вы видите вот приходится каждый раз вызывать билд и ждать определенное время поэтому не очень удобно лучше использовать почву отлично вот изображение у нас появилось значит здесь с этим проблем нет и когда мы с вами настраивали наш вебпак мы как раз указывали public.pav вот идет автоматическая замена то есть если здесь я прописываю image.home да здесь двумя точками то здесь он будет автоматически если что его подгонять под отличающиеся параметры но в данном случае они совпали теперь далее по настройке вебпака закрою пока значит после того как у нас грузится css у нас грузится изображение нам необходимо подключить несколько плагинов которые будут нам помогать помимо текст экстракта как раз таки подключим clean webpack плагин который будет вычищать директорию от ненужных нам файлов для этого передается один единственный аргумент это название директории который надо соответственно действ будет чиститься далее нам необходимо проверить еще кое-что к примеру я хочу разместить в коде image указав ему путь в директорию dist допустим image да если мы посмотрим вот у нас идет image в папке source и background вот он background.jpg то есть background background.jpg вот значит у нас должно на странице появиться изображение но при обновлении к сожалению мы видим что оно не загружается хотя мы выполнили сборку но открываю папку image и здесь есть только home то есть не скопированы ни svg ни background и соответственно могут возникнуть проблемы при скачивании точнее при указании одной картинки здесь вы можете забыть ее скопировать и это совсем неудобно поэтому необходимо настроить автоматическое копирование для этого у нас будет использоваться copy webpack plugin ему мы передаем следующие параметры мы говорим что копировать и куда копировать для этого указывается параметр from мы указываем название нашей папки image и говорим что надо скопировать в такую же папку image но уже будет относительно disto полностью копируется вся папка так как у нас есть svg файлы которые мы будем преобразовывать в data utf мы будем игнорировать соответственно эту папку целиком поэтому ставим правило игнорирования где указываем специальный аргумент globe глобальная ignore и параметры svg звездочка звездочка говорит о том что все что находится в папке svg будет игнорироваться то есть ни фолдер ни сама папка svg на сборке итак у нас удалилась папка dist она подчистилась я теперь раскрываю и в папке image у нас появляется директория backgrounds и при обновлении страницы мы видим с вами что у нас появляется изображение большого размера отлично то есть у нас работает прямая вставка через html и у нас работает вставка через css я это сейчас немножечко почищу от лишнего итак итак отлично следующим этапом настройки вебпака будет подключение дополнительных чистильщиков и оптимизаторов которые нам нужны во время продакшена скажем так итак после всего блока настройки нашего вебпака нам понадобится добавить условия и я здесь помечу что это продакшен он ли блок мы задаем условия если сейчас выставлен продакшен метод сборки тогда к нашим модулям мы будем добавлять еще кое-что обращаемся к плагинам и функция push добавить туда еще один плагин а может быть и не один первый это new uglyfy.js который будет оптимизировать непосредственно нам код и всю ветку javascript ему мы также задаем параметры чтобы source map генерировался и едем дальше значит первый следующий плагин мы подключим оптимизатор изображений это image min плагин который также принимает аргументы в виде путей к файлам это будет pngm это будет jpeg опять же не обязательно и это будет gif и это будет svg в том случае если это обычная графика далее закрываем путь соответственно закрывается он концом строки отлично и третий плагин который мы подключим это будет minimize css то есть это более стандартная система мы обращаемся к самому вебпаку и говорим что при загрузке мы будем использовать специальную функцию minimize выставляем ее на true то есть весь наш код будет автоматически минимизироваться тем самым немножечко упрощаться и так значит в целом у нас получилась генерация css чистка директории копирование изображений при помощи мейджмин изображения оптимизируется при этом css оптимизируется javascript в том числе будет оптимизирован и из того что у нас еще может быть настроено это конвертация svg и загрузка шрифтов итак давайте проверим во первых как у нас сейчас будет выглядеть наш css код если мы запустим его в обычном режиме и если мы запустим его в продакшен режиме итак dist удален сейчас происходит пересбор css app.css выглядит следующим образом теперь я запущу npm run production и мы посмотрим на изменение нашего кода итак мы видим node.nv production webpack так да что ж такое production node.nv production разница в image.min image.min так то есть только с image.min какая-то у нас проблема что-то я видимо не досмотрел image.min плагин так image.min плагин так хорошо если сейчас пока image.min мы закомментируем разница только в нем clean webpack работает итак да разница сейчас будем смотреть что не так пошло с image.min плагином так dist css ну допустим посмотрим теперь как выглядит наш css он у нас оптимизирован все хорошо изображение все скопировано все отлично так здесь image.min так image.min require image.min webpack image.min возможно произошло какое-то недоразумение во время подключения ах к сожалению небольшая ошибочка была допущена image.min у нас обращение идет к стандартному объекту и попробую еще разочек запустить в продакшн значит сейчас мы посмотрим на то зачем все-таки это делается и если зайти в папку app точнее не app.dist сейчас она у нас программа папка dist изображение здесь я специально разместил background довольно большой файл и если посмотреть image.min должен оптимизировать непосредственно файлы к примеру home 4 килобайта там 2.7 он должен их оптимизировать по стандартному ну то есть по стандарту он берет ну home на 1 килобайт background background у нас весил 2.8 он оптимизировал до 2.7 конечно разница небольшая но иногда изображения действительно могут быть оптимизированы в 2-3 раза лучше все время проводить эту оптимизацию это будет только на продакшн версии соответственно каждое изображение будет проходить через оптимизацию css минимизирован и теперь остается последние два пункта по загрузке шрифтов добавлю фонд для этого нам также необходимо добавить какие пути мы тестируем тест указываем соответственно какие у нас могут быть это вов это может быть вов 2 это может быть иот ттф true type функция и отф также может быть так указали все пути дальше указываем лоудер который будет загружать наши шрифты сам лоудер у нас будет использоваться как и для файлов файл лоудер среди опций мы укажем наверное только путь как сохранять нам документ очень похоже на изображение также задается паф дальше указывается name и точка указывается extension как и здесь разница только в том что у изображения мы подключаем еще image loader а у шрифтов мы не подключаем больше ничего соответственно все шрифты автоматически будут грузиться здесь проблем не возникнет и сразу же подключу svg конвертер в чем заключается его суть если вы используете допустим CSS вот здесь не png а svg иконку у нас есть такая она будет не копироваться изображением она будет ставиться в виде data utf то есть напрямую контент сейчас собственно увидим мы задаем тестирование расширения что же такое тестирование расширения точка svg оно одно единственное и задаем загрузчик svg url loader сохраняемся и сразу протестируем значит у нас будет сейчас допустим класс folder специальный блок ну в принципе я наверное на нем и покажу пример точка folder ширина и вот здесь вот мы укажем что изображение svg svg folder svg и сохраняемся теперь открываем терминал еще разочек запускаем npm run но пока что build и смотрим как сейчас будет обработано соответственно у нас все итак давайте посмотрим что у нас есть в дисте css изображение background с home svg не копировалось но при этом в css мы можем увидеть что background image у нас преобразовался автоматически в svg документ то есть его содержимое было скопировано и на сайт без копирования самого изображения такая же технология была применена во многих других примерах в том числе bootstrap использовал раньше также svg иконки есть еще фреймворк UIKit тоже он использует svg преобразование иконок и в принципе это более считается оптимизировано соответственно если мы запускаем еще из production версии то помимо того что у нас оптимизируется само изображение мы еще и видим оптимизацию непосредственно самого css то есть все получается очень довольно качественно далее значит следующим нашим пунктом является настройка 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 следующим нашим пунктом является настройка дополнительных плагинов то есть в принципе мы настроили сам впак по максимуму у нас все чистится у нас все настраивается шрифты сейчас будут грузиться и заодно со шрифтами мы попробуем разобраться в том как установить допустим библиотеку jQuery для использования ее прямо здесь во-первых сама библиотека jQuery должна быть установлена как зависимость для этого мы выполним npm install jQuery обратите внимание мы не пишем save dev потому что jQuery будет устанавливаться как обычная зависимость и сразу же смотрим на то как изменится наш пакетч json jQuery у нас подольше устанавливается и так вот jQuery версии 3.3.1 установлен просто в раздел dependencies то есть не со всеми остальными действительно работает я перейду в файл js app.js и вот здесь мы с вами где выполняли функцию hello добавим немножечко другого варианта мы напишем с использованием самого jQuery вызов функции hello значит для этого мы напишем знак доллара jQuery document ready и соответственно сюда будем передавать функцию запуска документ при загрузке нашего документа функцион анонимная функция будет и она будет вызывать как раз таки саму функцию hello и так в принципе все соответственно какие действия необходимо выполнить чтобы у нас заработал наш jQuery с вебпаком вместе нам нам понадобится зайти в вебпак конфиг и добавить после некоторой конфигурации где у нас были настройки экстракт текст плагина это это было вот здесь вот после ну можно перед настройкой экстракт текст экстракт текст плагина добавить еще один плагин который называется вебпак вебпак provide плагин что делает provide плагин он делает дополнительные модули общедоступными чтобы мы могли их использовать в коде нашего сайта они просто как будто они были подставлены соответственно сюда передается несколько аргументов это будет массивчик первый знак доллара мы указываем что это наш jQuery то есть обращение к нему дальше в некоторых скриптах идет обращение через такое название jQuery здесь jQuery вот такой где тоже у нас указано jQuery я сохраняюсь еще раз мы выполним сборку нашего проекта итак ошибок никаких обновив страницу сейчас обновляем мы видим что изображение у нас также показываются карта у нас теперь source map сгенерирована и мы видим что это вызов идет из hello.js второй и третьей строки хотя по факту это идет из fjs то есть все также продолжает свою работу ну и последнее это мы добавим с вами шрифты я специально делал небольшую заготовочку вот такого вот файла поэтому сейчас соответственно я потом могу опубликовать все эти файлы в описании и сам проект будет тоже доступен нам в файле fonts указаны пути к шрифтам с полным указанием формата их метода отображения URL все это есть мне достаточно сейчас будет подключить файл шрифтов для этого импорт соответственно импорт самого файла fonts сохраняю документ опять же и то в build так есть мы видим что у нас теперь произошла обработка еще и всех шрифтов соответственно добавлю что для HTML и body будет использоваться шрифт font family open fonts именно это семейство шрифтов и подключается вот здесь font family open sounds итак это мы сохранили еще разборку проекта и при обновлении страниц теперь мы увидим уже новые шрифты обновляем отлично шрифт обновился таким образом наш вебпак собирает практически уже все css при процессоре javascript разные файлы изображения с автоматической оптимизацией svg с преобразованием в ut8 шрифты подгружает также папочку dist вот они все и получается на итоге у вас готовый вот такой проект разделенный по всем необходимым подпапкам что может еще остаться необходимо необходимым для последующей обработки ваших каких-то дополнительных может быть проектов это подключение внешних модулей к примеру lodash да есть известная библиотека мы можем установить ее также через npm install lodash и так есть отлично она установлена и для того чтобы начать с ней работать вам достаточно вот здесь в начале файла написать будет import соответственно some dash from lodash и дальше вы уже можете работать с этим объектом глобально соответственно это очень удобно теперь что касается последнего нюанса наверное то что я покажу в этом ролике это подключение bootstrap для того чтобы вы могли в своем проекте использовать готовые скажем так фреймворки в первую очередь вы можете зайти на сам сайт bootstrap зайти в раздел get started и здесь есть отдельный пункт о том как установить на вебпак bootstrap в первую очередь он говорит вам установить как модуль node.js здесь все довольно просто npm install bootstrap пока не буду закрывать соответственно выполним эту команду npm install bootstrap пока она выполняется мы посмотрим что здесь есть еще в принципе дополнительных пакетов никаких ставить не нужно с этим проблем нет но есть некоторые нюансы с настройкой итак пакет установился в пакет JSON и мы можем увидеть что теперь у нас появляется bootstrap четвертой версии jQuery и Lodash отлично три библиотеки мы поставили чтобы bootstrap исправно работал есть еще один нюанс который не всегда на сайте прописан это дополнительная библиотека Power.js ее желательно тоже поставить заранее чтобы она у вас была и настроить работу этого плагина потому что более старые версии например четвертая альфа четвертая версия bootstrap она работала некорректно итак теперь когда у нас есть все необходимые библиотеки мы идем в webpack config и там где у нас настроен экспорт модулей мы немножко добавим соответственно как бы параметров для того чтобы наши дополнительные модули работали это сам bootstrap и popper.js ставим запятую добавляем popper значит он у нас принимает обращение на popper.js и еще default мы передаем туда же итак таким образом мы подключаем указания к дополнительному к дополнительной библиотеке чтобы bootstrap впоследствии нигде нам устраивал проблем неожиданных дальше в самом javascript файле мы можем использовать наш bootstrap посредством импорта просто bootstrap то есть это довольно просто он импортирует сразу всю библиотеку bootstrap на официальном сайте как вы видите это есть если вам необходим какой-то отдельный компонент например drop down меню вы можете указать путь отдельно соответственно вот про что я говорил должна быть установлена jquery и popper.js соответственно с этим у нас проблем уже нет что касается css здесь предлагается следующее чтобы использовать свое собственное оформление но при этом с bootstrap вы можете подключить себе вот такой путь это указывает на директорию node-modules bootstrap scss bootstrap соответственно весь bootstrap у вас будет применен плюс вы можете назначить свое оформление npm run build и сейчас у нас уже будет доступен какой-то там базовый момент использования bootstrap соответственно сейчас мы это проверим я обновлю страницу у нас что-то изменилось и для того чтобы убедиться в этом зайду в контент и допустим в компоненты допустим добавим карточку вот такую простую карточку нажму скопировать идем в html и прямо после фолдера добавим эту карточку и так как вы видите у нас оформление подтянулось до изображения нету но изображение можно подставить очень быстро есть специальный сайт который называется placeholded и он позволяет вам вставить изображение динамически вот к примеру вот такое изображение мы поставили при помощи адреса ну в принципе вот наверное и все что нужно знать по тому как настроить как фронтенд проекта у вас есть все оптимизаторы у вас соответственно есть полностью вся поддержка допустим фреймворка или какой-то библиотеки все идет в автоматическом режиме у вас может работать сервер у вас может работать production сборка и обычная сборка ручная последний момент который может вам понадобиться для того чтобы потом быстро начать с этим же проектом это создание гид-репозитория или гид-хаб-репозитория и самое простое это если вы будете пользоваться программой гид-хаб-деск для тех кто не умеет пользоваться терминальным режимом программа выглядит следующим образом вы создаете через меню файл локальный репозиторий add local и если вы уже настраивали до этого через гид-консоль то вам достаточно просто указать путь если же нет тогда вы нажимаете новый репозиторий указываете наименование к примеру назову это опять же webpack и кажется у нас там директория называлась webpack-test webpack-defense-test описания пока нет выберу папку проекта это папка developing gitbrains webpack-test добавим инициализацию readme и добавим git-ignore если не ошибаюсь кажется здесь уже есть готовый под webpack нет к сожалению я ошибаюсь под webpack здесь нету но не страшно и лицензию можно выбрать meet он просто создаст пустой файлик нажимаем создать репозиторий и у вас инициализируется вот эта директория со всеми необходимыми вам параметрами конечно нужно быть зарегистрированным пользователем на гитхабе чтобы у вас произошла авторизация будет создана у вас в интернете я сейчас открою соответственно сам гитхаб вот так вот выглядит этот ресурс регистрация здесь довольно простая после того как вы проведете необходимые действия с подтверждением у вас появится вот такой вот профиль где вы можете хранить свои репозитории и уже сейчас здесь допустим если вы зайдете в мой репозиторий есть так называемый starter bootstrap это пример того настроенного вебпака с которым мы сейчас разбирались но немножечко в другой версии более старой но тем не менее вы можете зайти сюда нажать кнопку клоун или даунлоуд скачать zip-версию и уже спокойно работать не заморачиваясь с настройками вебпака итак здесь процесс создания у меня все еще идет не знаю насколько это затянется возможно это из-за папки ноут модулы потому что весит она очень-очень много ну так или иначе после того как он просканируется папку вы нажимаете создать репозиторий и вот здесь сверху будет возможность загрузить его на сервер ну в принципе наверное по этой теме у меня все если у вас какие-то вопросы есть пишите в чате я постараюсь сейчас ответить спасибо 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 Продолжение следует...